МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Час новостей на 12-м канале. В студии Дарья Шадрина. Добрый день. Коротко о главном. Недолго радовались. Стоимость проезда в омских маршрутках снова повысится до 20 рублей. Когда ждать подорожание? С чем это связано? Лес Пенько. В Черлакском районе активизировались черные лесорубы. Ущерб насчитывает сотни тысяч рублей. Кто промышляет вырубка деревьев? Впервые за полвека в России официально отмечают государственный праздник студенческих отрядов. Омских активистов поздравил Виктор Назаров. Какие задачи поставил глава региона? И первый на Востоке омский авангард стал досрочным чемпионом конференции. Чем запомнился зрителям матч Сибири. В пресс-маршрутках может опять вырасти на 2 рубля и вернуться к 20. Это выяснилось сегодня во время беседы с коммерческими перевозчиками в городской прокуратуре. Оказалось, что в январе повышение стоимости проезда было незаконным. Это подтвердили прокурорские проверки. Перевозчики сформировали тарифы неверно, поскольку у них отсутствуют карты маршрутов, без которых по закону нельзя регулировать стоимость проезда. Эти схемы, в свою очередь, должен предоставить городской департамент транспорта. Подведомство мэрии попросту не успело составить документы и обещают сделать это до 9 апреля. После выдачи всех необходимых бумаг цена проезда, скорее всего, опять вырастет до 20 рублей. К сожалению, Министерство транспорта утвердило форму этой карты маршрута только в конце декабря. Эти карты маршрута должны быть изготовлены на бланках определенной степени защиты. После того, как мы получили утвержденную карту маршрута, тут были праздники новогодние, да, у нас было не так много времени, мы нашли компанию, она не в Омске находится, которая готова изготовить по минимальной цене необходимое количество этих карт и свидетельств маршрута. Уже заключены договора и, я думаю, в ближайшие дни уже начнут поступать эти карты в нам, в город Омск, и мы постепенно начнем их выдавать. Некоторые владельцы «Газели» уже предрекают новый транспортный коллапс с 1 апреля. Все, кто ездит на «Газелях», автоматически станут нелегальными перевозчиками, так как по решению горсовета перевозчики, которые выиграли тендер и встали на городские маршруты, должны были обновить свой автопарк. В линию они должны будут выпустить автобусы больше вместимости. Сейчас известно, что вместо трех тысяч машин частники закупили всего 1300 единиц транспорта. Жители сразу нескольких микрорайонов сегодня остались без воды. На шести улицах Центрального округа и 18-го военного городка ремонтируют водопровод. Так, с 11 утра до 22 часов вечера холодной воды не будет в торговом комплексе и ряде жилых домов по улице Багратиона, во вторых домах с литерой на 21-й Амурской. До четырех часов водоснабжение отключат в домах с нечетным номером с 213 по 217-й А по улице Масленникова. А на 20 лет РКК без воды останутся все четные дома с 238-го по 264-й номер. А уже завтра холодное водоснабжение отключат в 18-м военном городке, однако там без воды не останутся. С 10 утра до окончания ремонтных работ во дворе дома номер 171 будет дежурить машина с питьевой водой. Вместо берез, обрубки и пеньки в Черлакском районе активизировались черные лесорубы. С начала года выявлено уже четыре факта незаконной рубки. Сумма ущерба исчисляется сотнями тысяч рублей. Кто промышляет истреблением зеленых насаждений в рейд, надеясь поймать злоумышленников с поличным, отправились сотрудники полиции, лесники и наша съемочная группа. Некому березу заломать и это не про Черлакский район поется. На пеньки сотрудники лесхоза натыкаются практически в каждом обследуемом лесу. Черные лесорубы хуже бобров. Вот и эта стройная красавица лет 25 попала под топор. Лежит теперь в снегу аккуратно разделанное. Здоровое сырорастущее дерево, которое весной должно было распуститься. Зеленая листва должна была быть. А как думаете, почему бросили вот так здесь? Не успели, наверное, забрать, испугались. Мысли о весенних прогулках в березовом лесу под зелеными кронами злоумышленникам не греют душу. Им важнее дом зимой обогреть бесплатно. Вот и повадились местные в лес под рова. Зашли, увидели и срубили. И все. В целях отопления печки дома. И вот полицейский лесник пытается напасть на след злоумышленников. Но выходит не к мрачному стану организованной преступной группировки, а к покосившейся оградке местной жительницы. За оградкой горка распиленной древесины. Это не береза, карагач. Но участников рейда все равно заинтересовало, откуда дровишки. А вам привозили? Местные? Местные? Нет. Не знаете, да, их? А? Не знаете их? Не знаю я их. Они там на санях, наверное, привезли чуть-чуть все. Но вы им деньги платили? Ну тысяч рублей. Да вот это все. А документы никакие вам не давали? Да нет, там какие-то два пацана. Они давно уже, вот я вижу, ездил. Личности торговцев еще предстоит выяснить. Операция «Лес» в самом разгаре. Полиция рассчитывает и на помощь жителей. Сообщить о подозрительных лесорубах можно анонимно. Позвонив в дежурную часть. В настоящее время за отчетный период выявлено 4 преступления, предусмотренные статьей 260 УК РФ. В том числе одно из этих преступлений совершено в крупном размере. Крупным размером считается причиненный ущерб в размере более 50 тысяч рублей. Максимальная санкция статьи 260 предусматривает до 7 лет лишения свободы. Всего с начала года в районе незаконно вырублено 30 кубометров древесины на сумму свыше 200 тысяч рублей. Лесники честно признаются, при площади лесничества 56 тысяч гектаров держать под контролем каждый участок невозможно. Поэтому напоминаю тем, кто понимает лозунг «Лес – наше богатство» слишком буквально. У этой фразы есть и продолжение. Береги его. Денис Жарков, Надежда Бевзо, Антон Багрянцев, 12 канал. Маршал Советского Союза Дмитрий Язов поблагодарил Виктора Назарова и всех амичей, выступивших против ангажированного литовского правосудия, за оказанную моральную поддержку. В своем обращении к губернатору он отметил, цитирую, «Хочу вам сообщить, что оценка известных событий в Вильнюсе литовским правосудиям никогда не была и не будет объективной. Ясно, что это судилище является частью гибридной войны против России и развязанной США. Поэтому мое отношение к заявлениям и действиям соответствующее. Еще раз спасибо за то, что помните и поддерживаете меня из защитников нашей Родины». Напомню, Виктор Назаров публично поддержал Дмитрия Язова, которому были предъявлены заочные обвинения в военных преступлениях против Литвы. В Омске появится единый центр подготовки вожатых для детских лагерей. А поддерживать студенческие отряды будет оперативный штаб при правительстве региона. Эти и планы на будущее бойцы Омского студотряда обсудили с губернатором. Дата встречи выбрана не случайно. С этого года указом президента Владимира Путина 17 февраля официально считается днем российских студенческих отрядов. В честь своего рода профессионального праздника в молодежной организации торжественно наградили лучших и подвели итоги. В 2015 году было сформировано 89 отрядов, это более 4 тысяч человек. Глава региона отметил, что без омских бойцов сегодня не обходится ни одна крупная стройка. Студенты задействованы в работах на космодроме Восточный и при подготовке в Формулы-1 в Сочи. Это всероссийские стройки, это важные объекты, которые будут строиться и продолжают сегодня строительство уже на территории Российской Федерации. Поэтому, безусловно, эта работа будет взята под особый контроль. Будет создан оперативный штаб при правительстве Омской области, который возглавит один из заместителей председателя. И вот в таком контакте будет отлажена вся работа для того, чтобы как можно больше желающих ребят участвовать в этом движении могла найти свое применение. На счету омских бойцов немало также социально значимых и патриотических проектов. Студотрядовцы активно участвовали в подготовке к празднованию 70-летия Великой Победы, а также ликвидации последствий паводка на севере региона в прошлом году. Ближайшая социальная акция – высадка снежного десанта в районах Омской области. Сегодня мы отправили ребят в снежный десант, там, где ребята будут оказывать помощь социально защищенным группам граждан, убирать снег перед обильным таянием, которое уже в ближайшее время начнется. Большое количество проектов сегодня отряды новые запустят. И главная сейчас работа, которая ведется, это набор отрядов. Мы открыты, мы ждем всех. Омский «Авангард» можно поздравить за тур до окончания регулярного чемпионата. Клуб стал чемпионом Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Пожалуй, решающий в этом сезоне матч наша команда провела на домашнем льду. Посмотреть на принципиальное сибирское дерби в арен Омск пришли 400 новосибирских и почти 10 тысяч омских болельщиков. Матч прошел в стиле рок, и перед началом зрители увидели яркое шоу в исполнении команды «Черри» и маскота красно-бело-черного ястреба. О хоккее не только Анна Кокорина. Под оглушительные звуки нестареющего рока в Омске стартовала принципиальная игра регулярного сезона чемпионата КХЛ. На льду омский «Авангард» и новосибирская «Сибирь». Мотивация на победу мощнейшая. Ястребы – главные претенденты на досрочное лидерство не только в дивизионе, но и во всей Восточной конференции. Первые баталии, вопреки ожиданиям, начинаются не на льду, а на трибунах. Объявив рок-стайл на игру, омским болельщикам предложили одеться в рокерский стиль – банданы и косухи. Но, несмотря на это, самые преданные болельщики по-прежнему остались верны одежде с логотипом любимой команды. Как и положено, на рокерских вечеринках черного цвета на трибунах было больше. Армия фанатов красно-бело-черных буквально заглушала крики поддержки немалой новосибирской команды. 400 человек приехали поддержать хоккеистов. Несмотря на неравный бой на трибунах, качественную игру предвкушали все. Есть хорошие индивидуальные игроки, которые могут обыграть, как говорится, друг друга. Николай Любимов очень хороший, тактика у него, и обводка хорошая, но он чаще играет на себя, чем на команду. А если бы ассоциировал с командой, он бы вообще был лидер. Встречаются две достойных сибирских команды. Две силы, которые, кстати говоря, на мой взгляд, это оба достойнейших соперника в финале. Каждая из них достойна получить этот кубок. В атаку ястребы новосибирцы пошли буквально с первых минут матча. Надежную оборону держали вратари. Голов не было два периода. И только в третьей 20-ти минутке счет открыли о мячи. С передачи пережоги на ворота Сибири распечатал Зубов. Спустя пару минут он же оформил дубль. А вот удержать преимущество оказалось сложнее. За 8 минут до конца матча новосибирцы сравняли счет. Игра перешла в овертайм. Но все решилось в серии буллитов, где удача оказалась на стороне Сибири. Наверное, где-то успокоились, правильно говорить. Не знаю, завтра разберем, видно будет. Сейчас мы готовимся к плей-оффу. Задача наша еще впереди. Одержав победу по буллитам, Сибирь заработала два очка. Но шанс догнать ястребов в таблице упустила. Лидерство в дивизионе за авангардом. А вот первенство восточной конференции омской команде подарил трактор, обыграв магнитогорский металлург. Игры плей-офф с 22 февраля ястребы начнут в статусе лидеров Востока у себя дома. Осталось узнать только соперника по первому раунду. Претендентов четыре. Это Акбарс, Автомобилист, Нефтехимик и Борис. Анна Кокорин, Алексей Барин, 12 канал. Какая обстановка в омской команде накануне решающих игр? Почему в последних матчах на лед выходили не все лидеры авангарда? И кого из потенциальных соперников тренерский штаб ястребов хотел бы видеть на домашнем льду в первом раунде плей-офф? Об этом в интервью тренера авангарда Юрия Панова в программе «Тема дня». Смотрите сегодня после итогового выпуска новостей в 20.30. Также Юлия Ковыршина поинтересовалась у Юрия Панова, как профессиональные тренеры авангарда оценивают игру сборной регионального правительства во главе с губернатором. Виктор Назаров сегодня снова выведет на лед свою команду. На этот раз областные чиновники сразятся с нашими коллегами сборной журналистов. Матч состоится на льду с КК Мини-Блиновой. Именно там ждут всех болельщиков. Начало в 18 часов. О том, как пройдет ледовое сражение, мы расскажем в вечерних выпусках программы. Следите за нашим эфиром. Выборы 2016. На 12-м канале получили премию Digital Communication Awards 2016. Интерактивный проект, посвященный предстоящим выборам в Омской области, высоко оценила жюри престижного конкурса. В Москве прошла торжественная церемония награждения. Нашу телерадиокомпанию признали лучшей в номинации онлайн-конкурс. Добавлю, что выборы 2016 на сайте 12-го канала стали своеобразной репетицией грядущих выборов в Омской области. Интернет-пользователи вначале активно предлагали своих кандидатов, а когда началось голосование, развернулась предвыборная гонка. Проект на этом не закончился. Сейчас на сайте нашей телекомпании можно оставить наказ кандидатам и предложить темы для дебатов. Все наши новости на сайте в интернете 12-й канал.ру. Впереди прогноз погоды, реклама будет короткой. У нас очень большой выбор кроватей. Фаворит. Омск Сайдинг Инвест. Акция при покупке профнастила. Уголок и саморезы бесплатно. С 17 по 20 февраля кредиты по праздничным ценам. Всего 1000 рублей в месяц. Во всех отделениях Банка Восточной. Хотите выгодные цены? Тогда вам в низкоцен. Ведь у нас кофе Чиба растворимый 95 грамм 149 рублей. Пряник Днепровский 73 рубля за килограмм. Молоко Лужайкино 900 миллилитров 41 рубль. Русская поляна Ура! Довольные покупатели наша главная ценность. Вы расслаблены, вы легкие словно перышко. Одной рукой вы нажимаете на кнопки пульта, другой пересчитываете сэкономленные деньги. Вам хорошо. И впереди у вас еще более 60 каналов. Опять перед телевизором сидит. И нет, крики чаек не тревожат вас. Вы спокойны. Как вам? Пакет легкий. Более 60 каналов от 50 рублей в месяц. Спутниковое телевидение телекарта. Живите с легкостью. Гэри Вебер – всемирно известный бренд модной качественной одежды из Германии. Сохраняя цены доступными, Гэри Вебер производит одежду всех размеров. Официальные магазины Гэри Вебер в Омске. Иртырская набережная 13 и новый магазин в ТВЦ «Каскад». Первый этаж «Бутик-21». И о погоде спонсор прогноза – микрофинансовая организация «Доктор Рубль». Завтра, 18 февраля, по области в Омске переменная облачность без осадков. Температура воздуха в районах в ночные часы до 17 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров покажут минус 15, минус 16. В Омске ночью 16 градусов со знаком минус. Днем 11-13 мороза. Ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Возникли трудности с деньгами? «Доктор Рубль». Выгодные денежные займы под 1% в день. Телефон 595-363. 595-363. ООО «МФО» группа «РН-Медиа». Пока это все новости о развитии событий в 17 часов. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова